Памятник на главной магистрали города, открытая книга, на странице которой увековечены 938 имен погибших бойцов. В День независимости, почтить героев, освободивших наш город от фашистской оккупации, у мемориала собрались десятки горожан. По традиции, главные торжества 3 июля прошли на Площади Победы. Поздравить ветеранов и возложить цветы к местам воинских захоронений пришли сотни жителей Бобруйска, депутаты, представители трудовых коллективов и руководство города. Перед знаменитым танком Бахарова горожане смогли увидеть торжественный марш, дефиле оркестра военной комендатуры и выступление творческой молодежи. Поздравил бобручан и Александр Студнев. Уважаемые бобручане и гости нашего города, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, примите искренние поздравления с Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник, объединяющий судьбы разных поколений, напоминает о долгом и непростом пути становления нашего государства. Мы знаем цену независимости, осознаем силу единства народа, его патриотизма и веры в будущее. Понимаем, что суверенитет – это наше главное достояние. Важнейшими фигурами праздника со слезами на глазах были и остаются ветераны. Иван Бычков – один из них. Уроженец Бобруйска, бывший партизан и разведчик Третьего Белорусского фронта, принимал участие во многих сражениях Великой Отечественной войны. День победы Иван Никифорович встретил у стен Кёнисберга. У меня ощущение, как у бывшего воина, конечно, такое радостное, что мы, наше поколение, сделало то, что нужно действительно для людей. И в частности для наших жителей города Бобруйска. В 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, горожане с портретами своих героев прошествовали по центральным улицам. К республиканской акции «Беларусь помнит» присоединились сотни человек. Бобруйск тоже помнит. Это моя бабушка Гея Валентина Никонор. Она начала войну под Москвой и вместе с госпиталем, цех 290, дошла до Кёнисберга. Это мама моя, участник войны, член партизанского отряда «Связная». Участвовала в подрывах железнодорожных суставов. Родители, мать и отец. Мама всю войну на тракторах работала, растила хлеб для фронта, для победы. Во время Великой Отечественной Бобруйская крепость стала лагерем смерти. Зверские пытки и жуткий голод. Из 80 тысяч военнопленных выжить удалось только 40. В честь погибших солдат и мирных жителей был воздвигнут памятник жертвам фашизма. Воспоминания о героях, слезы радости и благодарность за мирное небо. Всем невернувшимся с войны вечная память и низкий поклон. 75 лет освобождения Беларуси – это очень значимая дата для нашей страны, для нашего города. Я горжусь тем, что мы сделали это вместе и что помним до сих пор. Нашу победу вместе с молодежью, вместе со старшим поколением – это большого стоит и переполняет эмоции. С радостью от того, что это праздник независимости, праздник освобождения Беларуси. Слезы от того, что очень много погибло людей при освобождении страны. Чувство радости, гордости, уважения, любви к своей родине. День независимости – праздник, который объединяет всю страну. 3 июля – дата, которая навсегда вошла в историю. Триумф справедливости, который навечно останется в народной памяти. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.